Всем трем и доброго времени суток! Это канал Лэйзи Дмитрия Ленивых! Ой, ленивый я! Да уж, потянулся, извините, чуть больше, чем обычно. Ну что, Сноурайнер. Напоминаю, что ссылка на плейлисты группы ВКонтакте в описании под видео. С вас лайки, дизлайки, подписки без подписок, комментарии с меня, контент. Извиняю за свое сопение. Продолжаем. Так, нам нужны малые трубы и бетонные, батонные блоки. Поехали. Поехали. Тише. А можно тут заехать? Он смотрит, кто заехал. Не понимаю, на одни, блин, пытаешься заехать, так разбиваешься вдребезги. Другие без проблем заезжаешь. На первый, кажется, по-моему, такой же помост, на который пытался заехать, у него просто врезался со всей дурью. Тут заехал вполне спокойно. Непонятно. Ну ладно. Так, продолжаем, продолжаем, продолжаем. Продолжаем. Жаем, жаем, жаем. Жаем. Жаем, жаем, жаем. Вспоминается, игрушка Радуга 6. Где там лесовых отрядов тоже нужно было. Дарушку рисовать давно это было блин и камера ты повернешься все пропала игра не включил самое важное лучше поджать что-то третье колесо реально кэш здесь она реально мешает местами отпилить бы его машина бы стала просто конфетки очень плюс врубить и не мотать синего один хрен то тормозит то ускоряется я все размышляем диньоргу поставить все-таки топлива или оставить то что у нее есть принципе пока хаммер где-то поблизости всегда же может заправиться блин наверно нет не буду ему топливный бак ставить ну блин все-таки наличие колес на замену все-таки как по мне полезней большого запаса топлива нам дать же соточка то есть у него принципе кстати я тут кое-чего прикупил во первых следующий сезон еще один то ли шестой то ли седьмой кто там и не надо будет сейчас в гараж заглянуть купил кое-что кое-какое длц сейчас довезем забыл ой как ты тяжело ползешь приятель интересно да вот разница у некоторых грузовиков да то есть вот например хорошо ездит но а в гору например не очень то есть сам например в гору отлично заезжает груженный вот а например уже с прицепом еле-еле да уж из таких тонкостей и складывается понимание машина где она хороша где не очень ну что ну ну что ну за что-то зацепился блин ну самок страшно давай сдвигай свою жук да это я конечно вообще не подумал а тут и залезть не получится да теперь получится вроде есть через пень колоду кое-как не нормально камушков не было зацеп за грязь за снег залету не очень хороший так что зря переживал может не совсем зря но а так а вот это очень противное место надо уже сейчас налево поворачивать тут я застрял когда в ту сторону ехал как раз третьим колесом на пригорчик сел блин не туда и не сюда как на этих как качеля блин вниз вверх вниз вверх и наглухо вот на этом третьем колесе блин как это обозвать правильно на нем поис сполз в итоге конечно блин так смешно выглядела блин просто висит на этом колесе и все и не туда и не сюда как говорится мелче неприятно кстати на бандите тут наверно кувыркнулся где нить ну по крайней мере шансов было бы больше на переворот когда машина примерно такая же по проходимости как бандит но при этом не такая перепели вверх пение блин и как как обозвать короче устойчивость у него больше такой смешное слово выдать не чутка кучу голову и не про не пришло опять наш любимая камушки в горушку со снежком с ледиком с грязишкой красота хотите застрять только льда для этого дела нет идеальный самый худший вариант это лед с камнями в гору все это просто кошмар ладно если там еще как-то объехать может но если там просто камни навалены не дай бог на цепях ты можешь застрять как нифиг делать ты сможешь я в тебя верю почти приехали я кажется там где-то оказывалось что где-то синюю эту пропустил отметку там там и я анимашку блокируем кинет нас крайне мало людей с большими грузовиками для подобных работ узнать сколько времени бы мы бы без вас от завал разгребали а эту анимацию как это все разгребается итак карта мыра карты мира хорош дайте посмотрим что нам принес да принесла dlc покупка сезон план сезон как бы сезон сезон купленном там все в очереди стоянка здрасте а только тебя у какой и chevrolet chibrile apache тип подвески дифференциал постоянный полный привод есть классический грузовик небольшой грузоподъемности выпускавшиеся в начале 60-х наше время дорог встречается редко колесная формула 6 на 6 обеспечить неплохой проходимость на сложной местности а база пикапа позволяет разместить кузов и целую мобильную ремонтную мастерскую чудачек попробуем так деньг у меня вроде так двигатель давайте коробка передач снегах но это понятно подвеска а то есть у серии серийно высокая так средняя отлично хорошо плохо отлично отлично блин да чё ты знает дать все таки эти поставим из грязи выпутаться можно все таки тут лед много где лебедка ну лебедка понятно автономная улучшенную длинненом матроса улучшенную длинненом матроса не это же автономная шнорки без него никуда ну уж нет давайте модули кузова так это же как обычный тибрилет да только с большим количеством колеса багажник с ремонтом деталь для ремонта запасные колеса топливный бак хорошо и верхний багажник да куча деталь для ремонта запасные колеса топливный бак у меня такое чувство что сейчас хаммер отправится отдыхать задний бампер не хотя брызговики это не такая уж плохая идея на самом деле хотя у этих брызговиков есть один забавный момент смотрите вот здесь же щель то есть вся грязь по сути вот вот здесь вот вылетаете как бы ну чё толку то что назад будет бить хрен с ней кстати трубу оставим крыша кабыны так ну чё ж поделать с алявием это кто а бампер передний красиво и ну шо с дисками так прям беда такая ой и какой забавный а давайте длц возьмем внутреннее украшение чё тут у нас давай давай аксессуары плавец снова забраться мне будет домой такой же чё тут птица свободы пусть не ну не знаю мне мне не нравится слишком много наклеек о кстати прям в этот а вот это в тему между прочим ну так это выглядит как будто ну естественная часть вот этой раскраски я имею ввиду да прикольно это все какое-то инородное немножко друг другой цвет и уже вот как будто что-то не то так наклейки на лобовуху бриз грызу нет ну а тут сверху тюрьму тюрьму узор пусть будет узор и украшение на капот вот такой ущипок эти быка поставим они просто нас тут курица нарисована слышит ли ты о подожди-ка витинг и ты были ну ладно хорошо я тебя запомнил паразит не кобра точно нет верно дельфин юрский тут все как-то немножко эти кота оставим не за мне на самом деле не не одна вот из этих украшал к не понравилось так ну чё такое так и маячков у нас нет маячков нету и так бодренько бодренько по часам и так и прикольно почему-то дядюшка пекас вспомнился из том и джерри вот это вот это это ну зато по льду не забываем что у меня шином для все-таки больше на лед чем на на грязь возможно сейчас камеру беру у хаммера есть хаммер не знаю какой-то очень тонущий я просто на нем ехал в сторону этого сторону вот грубо говоря вот как сейчас вот этот вот вот этот наш а пач а пач а пач а пач а пач а пач но и детям пошел индейцы синий красный белый весь не деть нам чет другое ворчу не знаю почему я сейчас ехал слушала вот движок как он тем более скажешь это старый автомобиль точно ворчу 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 вот и по поводу вот хаммера просто вспомнился не знаю как хаммер проезжал вот эту же дорогу да и как этот у них примерно одинаково только этот проезжал на колесах которые на грязи хорошо хаммер на колесах которые на грязи отлично это ту же чем мне на нем нравится хаммеру широковат как по мне насчет функционала не уверен кстати надо посмотреть да нет хаммер наверное все таки в этот стоило потому что потому что демиурга пока оставим точно ворчу и сразу воспользовались еще через месяц глядишь еще какую-нибудь dlc приобрету потихоньку полегоньку вот мы его сейчас и испытаем здесь на подъем и спусках правда грязюка пока что но сказать все прямо кошмар 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 да нет нормально так целом преодолевает под застревает немного но мне нравится что у него очень очень большой запас запчастей на то счет я не уверен сколько у хаммера там их конечно есть еще один вариант сейчас к ворчуну приделываем этот к ворчуну приделываем радар ай вот а нашего демиурга отправляем на доработку и перевешиваем на него бак с топливом бак с топливом вот и вся эта троица остается пока здесь в том виде в каком она есть что не будок такой вот у нее двигатель хорошо работать такой приятный такой звук такого как не знаю просто приятно такой ровный бархатистый такой чё-чё-то работающий блин буду ну чё уж это вообще все таки да вот то что на тюнинге хотя может быть есть разница между клаксонами которые ты сам ставишь типа клаксон внешне так будет классом клаксон тройную так я чуть честно не сравнил надо будет попробовать какая-нибудь следующая машина будет когда я тоже буду тюнинговать все будут разные клаксон надо попробовать по выезжать из этого из гаража и проверить есть вообще разница грубо говоря звучание тройного клаксона двойного клаксона и так далее и там все одинаково расход топлива у него высокий достаточно нам все-таки хаммер на стоянку отправится этот явно лучше хаммера преодолевает грязь и сказать что прям намного лучше но все ж таки по ощущению правда хаммер гружен бочкой тоже важный момент так ну как бы куда по бережку по бережку а вот они у меня застряли ладно едем а ой забыл и хе-хе-хе. этот кап her за пару ног собой если вы изнутри и это как у этого. Сейчас секундочку. Движок очень похож на то, как изображали работу двигателя в этом в мультфильме тачки у Дока Хадсона, когда он не гонял, а просто ездил. Мне тоже очень похоже было. Погнали. Ну а тут конечно ломается он чуть побольше. Хаммер в этом плане был более устойчивый. Более прочный что ли, не знаю как правильно обозвать. Скажем так, наезжая на камни ты реже получал такие повреждения. Но это по-моему общая проблема здесь здешних пикапов, потому что у всех примерно ты чё, на чём застрял-то? У тебя асфальт колёсный. Да, немножко покрытый грязь. И чё? Конечно, с точки зрения водителя, который бы сидел внутри, гораздо прикольнее было бы на Хаммере, потому что там, ну там явно теплее, там намного комфортабельнее, больше места и так далее. Но с точки зрения меня, наглого паршивого тирана, я здесь решаю. Охахахаха. Так что будет ездить на этом. Едхаммер определенно больше застревал тут. Или так же. Что немного странно на самом деле. Блин, двойные колеса, широкие такие. Помню, полный привод к тому же. И вот так как-то вязнет. Больше вязнет, чем должен, как по мне. Та-да-дам. Та-да-дам. Та-дам-там-там-там. Ор-та-та-дам. Болты их. Но здесь все застревали примерно одинаково. Так что... Сказать кто лучше, кто хуже. Мне несколько затруднительно. Та-да-дам-там-там. Ты че? Эй. Это че за . Так? Та-да-ду. ну сказать что эта машина прям как-то уж очень сильно выделяется да нет по сути по сути это chevrolet тот же самый только с чуть больше проходимостью потому что все-таки наш chevrolet тут уже старый этот как чабрилет он все-таки это ну все гораздо сильнее вязать чем этот этот как то прет и прет а у того прям бывают моменты что ты ну скажем так этот прет и все а тот может прям буквально остановиться там где-то еще что-то он то есть как же уже немножечко не торт будем числе так что в целом это блин что ж такое питье справа же блин каменная поверхность самую мякоть завяз непривычно б 11 успеет заправьте доехать прежде чем не все кончится после до этого все дергаться начнет начал поддергиваться они что же недели так колес тут прям как говорится на все случаи жизни и заправка ну точнее как на все случаи жизни все шесть штук у него 6 и колес 6 чуть-чуть не доехал таки здрасте как ваши дела вся банда в сборе да хаммерт вроде как чутка поширше хотя так давайте какое чтобы сверим так сверим сверим значит что у нас тут тут у нас 150 150 ремонт здесь 150 150 дано здесь нет колесками 4 колеса чуть меньше да чё по топливу так 80 так 40 и 40 до у этого 80 120 ну да побольше топлива наверно тогда хаммер домой отправим правда у него кашмычки есть это да это серьезно панчок ехай отсюда пока что на стоянку так тогда я наверное вообще предлагаю сейчас сейчас мы поменяем местами пока что наш демиург постоит на заправке так не туда вот она ворчу не поедем вместе с этой штукой попробуем по крайней мере что такое после не понял ты не можешь да здесь я намного лучше чувствует секундочку у него нет прицепа сзади почему хотеть шутбил сисная машина не может ничего к себе цеплять или как я чуть не очень я чу-то смотрим должен дождите как же вот же у него серьёзно с сам то есть как хаммер как этот как уазик по сути да так уазик он смешной а это чего да ну у вас бред какой-то ну ладно я с вами возвращать рановато я его на покой то отправил чуть мне даже в голову не пришло что эта хрень будет как уазик ну просто уазика простите проходимости а ей какая а у этого чё он даже близко такого нет то есть да он тоже проходимый но не настолько лучше хаммера да но не так чтобы прям у нас ну не настолько лучше в общем проблем ну ладно жалко конечно как стран вообще идея нет серьезно я как бы относился к этому уазику без прицепа именно в том смысле ну как относился с пониманием типа что вот прям совсем какая-то имбовая машина типа получается ну как бы объяснили комментарии читают вот окей но здесь то смотрите чё чё ты ты все-то застрял да он застрял да а сам да это какой-то хау-ноу хотели сказать ноу-хау нет я хотел сказать то что хотел сказать в общем странно очень странно причем есть зацеп для этого как его для троса но нет зацепа для прицепа не знаю очень странное решение сейчас в выволоку прицеп на на более или менее свежую землю а покупки не жалею но здесь знаете как сказать как сказать я я не буду использовать в чем дело то есть да как бы купил да он будет стоять гаража но нет как в этом в адском боссе да не но 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 так а теперь подожди ты уже блин а теперь чувак цепляет эту хрень ну конечно даже не двигаясь методом чуть-чуть назад чуть-чуть подергивается давайте сравним это не понижен это обычно сейчас работает ну ладно сказать что прям сильная разница есть но тут есть разница в том что можно сделать вот так вот слегка себя подтянуть если смотреть к нет тоже застрял она елочки она и минус ну ладно бенефиса не получилось но опять же получилось не получился а один хрен как вот лебедку кинул и все тот-то лебедку кинуть не можете так ланчат он или установили машинку посмотрели по-идимски встали вы знаете у меня есть только ощущение что надо хамеру возвращать эта штука забавная но нет цеплять не может эх жаль озик ну блин я говорю озик хотя бы забавный с этими гигантскими колесами блин еще что-то а этот ну чё это чё блин уазик сметим какой прикольный елки-палки в общем тогда я сейчас хамер догоню так сказать выгоню туда и наверно все таки мы поставлю цепи тоже да в грязи будет хорошо потому что ну в паре мест когда его перегонял без записи на льду он себя очень плохо показывал вообще прям не ехал так что пусть будут да вот эти цепи вот к слову сказать о выполнении этого ну периодическом выполнении этого доп задания с машины сейчас бы у меня не было тех лишних 50 тысяч которые там по чуть-чуть по чуть-чуть заработал и хрен бы я сейчас смог вот так вот спокойно тут все переставить а так пожалуйста не себе ну и у хаммера игр есть одно существенное преимущество что гигантское запредельное это мы в общем ладно отвезу я его тудой опять до рановато его эвакуировал нам что-то даже в голову не пришло посмотреть могу ли я прицеплять к ворчуну прицепа жаль жаль ну ладно машина короче ладно будем считать что это была серия про ворчуна ладно на этой ворчливой ноте всем огромное спасибо за просмотр ссылка на плейлисты группы вконтакте в описании под видео с вас лайки дизлайки подписки без отписок комментарии с меня контент извиняюсь за свое сопение всех тоже до сюда досмотрел обнимаю парни хлопаю по плечу девушку по щечку увидимся в следующей серии сноурайнер безоговорочная фарева ну за вычетом некоторых испытаний как то так ну кстати обратите внимание по моему вот эту вот часть он даже блин сейчас мне кажется что он получше проезжает мда а кто его знает ладно как то так 对 как тоito